Вот они участники тех страшных событий, ликвидаторы последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Они собираются чуть раньше всех, поправляют награды, фотографируются на память, вспоминают тех, кто уже не с ними. То, что для нас праздник 38 лет, мы пожили. А кого нет, уже царство и небесное. Да, им царство и небесное. А мы будем дальше радоваться и жить. Сергей Иванов отправился в эпицентр событий в должности начальника инженерной службы московской бригады. Он находился в самых опасных местах на аварии. В его подчинении было много людей. Вспоминает, тогда все работали как один слаженный механизм, несмотря на возраст и национальность. От Камчатки до Белоруссии и Украины люди участвовали. И Казахстан, и Таджикистан, все союзные республики. Был на четвертом блоке, был в Припяти. Хоронили лес рыжий, который подвергся радиации и сам фанел. 26 апреля во всем мире отмечают День памяти погибших в радиационных авариях на Чернобыльской АЭС. Ритуал памяти прошел и у нас в Химках. Торжественное мероприятие, посвященное 38-й годовщине Чернобыльской трагедии, объявляется открытым. В сквере имени Марии Рубцовой у памятника Чернобыльцам собрались неравнодушные люди, юнормейцы, депутаты и, конечно же, сами участники ликвидации. От Химок только 775 человек, которые пришли на помощь по разным профессиям. Это и врачи, это и спасатели, это военнослужащие. Все дальше и дальше уходит в историю страшная трагедия, которая унесла много жизней. Авария до сих пор расценивается как крупнейшая в своем роде за всю историю атомной энергетики. По официальным данным, в работах по ликвидации аварии были задействованы более 600 тысяч человек со всего Советского Союза. Многие дозы радиации привели к смерти. Люди ценой своей жизни спасли мир от глобальной катастрофы. Они совершили подвиг, о котором мы все должны помнить. Юлия Самошина, Новости, Химки ТВ.